Китай тоже. Мы сверху его проводили. Сейчас мы ушли далеко в сторону от войны. Это сама по себе интересная вещь. Например, я считаю, что Сталинская конституция Китай на плаву держит. Они же не отказались от двухуровневого обращения в экономике и в финансах. То есть они молодцы. А мы вот взяли и зарезали всю нашу экономику. Частный сектор, хрущевки, а у нас же, я помню, в Питере и сапожники работали, и частные, и врачи. И чётко, что всё частный сектор был, бытовое обслуживание полное. Потом какие-то комбинаты государственные стали разорять участников. Зачем это делали, не знаю. И китайцы этого делать не стали. Но вот Денис Валентинович, Олегович, он очень правильно сказал. Казаки, например, да? Казаки больше всех пострадали от революции. Но, извините, они были самые серьёзные противники на стороне большевиков, против большевиков. И казачество, да, это его трагедия. Верные слуги отечества, они вот, как говорится, не в ногу в революцию пошли. И, да, генерал Краснов, белый генерал, участник гражданской войны, герой гражданской войны. Но он сепаратистом-то стал ещё в 18-м году, когда немцев признал. Он с ними сотрудничал, его повесили вместе с Власовым, ну, в смысле в одно время, но разные процессы были. А вот генерал Деникин, ведущий белый генерал, он отказался с немцами сотрудничать, как они его не запугивали. То есть наша, вот эта зарубежная, как вам сказать, эмиграция, она себя повела двояко. И всё-таки в основном они оказались потреводами. Ну, теперь трагедия казачества. И эту трагедию так поверхностно, конечно, больше по иностранным голосам ещё в советское время слушал. Да, там страшные рассказы, то есть казаки не хотели возвращаться, они понимали, что репрессии против них в России последуют, в советской России. Там чуть ли не семьями самоубийство окончали. На английской территории, они их сдали, но был договор о выдаче, обмене пленных. Вот, они нам обязаны были всех пленных и всех, значит, вот этих перебежчиков, ну, изменников, хочу сказать, война-то отечественная была. Война-то ведь была уже не революционная в 45-м году, в 44-м. Вот, и я думаю, что, да, их бы в России тоже, по всей видимости, расстреляли. Потому что это была бы огромная инъекция такой антисоветской, мощной, закалённой психологии. Потому что люди же всё-таки воевали против СССР. Вообще, война, не дай бог и не приведи гражданская, она, честно говоря, и сегодня не кончилась. Просто она, как говорится, вот мы, например, с Денисом Олеговичем нивно отмениваемся в ней. А если бы это происходило в те годы, это уже было бы, так сказать, без крови не решишь. Потому что, понимаете, когда вопрос власти не решён, когда вопрос власти не решён, то без оружия люди не расходятся. А когда вопрос власти решён, можно, так сказать, вспоминать минувшие дни, минувшие, так сказать, поступки героические с обоих сторон. Ну, Денис Олегович, он пока ещё не в политике. Вы-то всё-таки побывали в политике, а он, я не знаю, какие у него перспективы. Реальная политика очень человека отрезвляет. Я так вам скажу, вот моё впечатление о наших чиновниках советских. Это были карьерные люди, я же с ними со всеми был хорошо знаком. Но, когда их попёрли, когда они на землю упали, чиновникам их коллеги руку не подают, прячутся от них. Они же все карьерные люди, понимаете, карьерные. И вот они, так сказать, с поклоном или за блюдством каким-то поднимаются до вершины айсберга, становятся на вершине власти. А дальше перед кем кланяться-то? Надо самому головой работать, а голова-то пустая. Они же ни политики, ни истории, ничего не знают. И вот, получается, пришёл один пьяный прораб, бугор такой, знаете, строительный, Борис Николаевич Ельцин. Разогнал этих стариков немощных. Ну, и ещё там эти старички, конечно, главного Лизаблюда своего, Горбачёва, пластик привели. А он остерялся. Я Ельцин видел, мощный мужик. Он сидел, помню, на заседании, шло тогда, референд ушёл, да-да-нет, в март 92-го года. Он сидел пьяный в президиуме Верховного Совета. Его там, дальневосточная наша депутатша, горячего, горячего, по-моему, она его ругает, позорит, он сидит, улыбается, голова мокрая. Его только что из ванной, видимо, отмочили. Это был просто, знаете, именно полгода. О нём даже думать не надо. Человек авторитарный. Для него взять власть, это было главное. Что такое Горбачёв, Аган? У него опора есть. СССР. Разрушить, отменить. Шо он без СССР? Он никто. Понимаете, такие вещи, важно политически, иногда решаются просто ударом в кулак апостолю. Вот, и это самая страшная вещь, вот, стареет власть, а как передавать её? Сталин не смог власть передать, и Советского Союза не стало, для чего жертву приносили. Произошло массовое ограбление, вот, в 30-е годы, 30 лет назад, 30 лет назад, я оговорился. Вот, 30 лет назад произошло ограбление, вот, ну, Денис, что он, прекрасный оппонент, он много знает, у него есть задор, горячий. О, может быть, Денис что-то может сказать, хочет, Денис, мы вас не видим, вашего лица. Ну, спасибо, кстати, за организацию нашего, вот, маленького, круглого стола. Вот, если я как-то в горячности что-то резко говорил, это к вам не имеет личного отношения, я вас глубоко уважаю и рад нашему, вот, обоюдному разговору. Да, спасибо за высокую оценку, но, просто, мы, получается, действительно, все время уходим с темы войны, на тему, там, того, что было после войны, на то, что было после распада СССР. Но, я бы хотел еще раз вернуться, все-таки, вот, к нашей основной теме, что, с кем воевали, да, и, собственно, вот, как я говорю, что важно, что было до войны, что было во время войны, что было после войны. Просто вы говорите, что люди свободно все знали, на мой взгляд, это не совсем так, потому что, вот, общение со старшим поколением, которые, там, не историки, а простые люди, они очень мало чего знают, а вот, тех, о том, что казаки, там, воевали на стороне немцев, они говорят, да вы что, да это не может быть, это уже придумали сейчас, вот, да вы что, там, ну, потому что, много лет, они фонировали, воззрение просто, что мы едины, все встали, там, да, каменной стеной и так далее. Ну, это было не совсем так. И, собственно говоря, вот, вопрос с партизанами, да, они же тоже, фактически, делились на две группы. Вот те партизаны, которые воевали с немцами, это они все знают. А вот то, что были партизаны, которые воевали потом еще с коммунизмом, и при том, как на наших территориях, потом уже после окончания войны, причем в Белоруссии, я вот считал, называли себя черные коты, и все самое удивительное, они держались там до середины 50-х годов, то есть их не могли поймать. Фактически, война-то продолжалась, получается, вот эта гражданская. То есть в Прибалтике, вот они любят сейчас мусолить тему этих лесных братьев, на Украине были вот эти, не помню, что она называлась, эта армия, украинская освободительная армия. Потом они как-то переименовали, они ее там. Бандеровцы, да, вы имеете в виду? Нет, 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 там, ну, себя они так не называли пока. В Молдавии были вот эти там отряды, как они там, черная армия, они себя называли, ученики Штефана. Ну и в Восточной Европе тоже. В Болгарии были какие-то корианские братья. Ну, то есть, если вот начинаешь уже в эту тему вникать, так сказать, более глубоко, то получается, что действительно, война продолжалась. Вот в Югославии вот это вот разделение было. То есть, в Югославии тоже очень много людей потеряли, тоже там у них под полтора миллиона потерь. Но там же были с одной стороны усташи, которые, кстати сказать, отказались признать поражение Гитлера. Когда Гитлер капитулировал, усташи сказали, ну, это, конечно, плохо, но это его проблема. А он говорит, не сдаемся и продолжаем свою войну. То есть, вот эти титовские войска, они продолжали сражаться с усташами. И тоже, сколько там, чуть до середины 50-х годов шли боевые действия. И, то есть, вся Восточная Европа, она полыхала и после 45-го года. Только когда мы говорим, что тут партизаны, там партизаны. И, значит, знаешь, суммировать. Тут там 10 тысяч, тут 15, там 20. Получается, ну, армии прям целые сотни тысяч человек. И, естественно, что это все, ну, люди, наверное, знали об этом. То есть, с точки зрения простого народа. То есть, тебе сказали, что война закончилась, да, все. И, с другой стороны, у тебя тут кого-то поймали, там что-то стреляют, там взрывы. То есть, вот просто нам сейчас трудно представить даже, ну, простого советского гражданина, вот из жителей вот этих там областей, что там на самом деле происходило. И наверняка же и простые жители там как-то помогали этим партизанам, то уж как можно без поддержки продержаться там, не знаю, там 7 лет, 8 лет. Ну, никак ты не продержишься. Только должно быть поддержка какая-то население, которое там прятали, укрывали. Ну, иначе никак. Получается такая картина? Ну, есть, есть такое. Правда, я бы не сказал, я ведь просто в те годы, вот. Да, было. В Прибалтике, я знаю, даже до 52-го года эти сессы случались. Ну, это уже были редкость, когда там, да, было такое явление, ну, вы подумайте, такая война весь мир всплакнула. И последствия от нее, волны были. Но дело в том, что вы сейчас историю политики, а не историю войны уже, вот, я бы так назвал, я бы так посмел назвать. Потому что, естественно, после победы, да и во время войны, совершенно нельзя было заикаться даже о том, что вот есть такое движение. Нет, мы единый фронт, это психология войны, это необходимо. Я вам даже такие примеры приведу. Мне отец рассказывал, он всю войну в блокаде провел. Да вообще, я, честно говоря, много чего о войне слушал. Простые люди ее воспринимали не так, как пропаганда предотносила. Я больше всего не любил, ну, вот, я вам пример приведу. Я подросток, работаю на огороде с одним соседом. Он молодой мужик с войны. Я его спрашиваю, ну, как вот дядь Коль там на войне? Он говорит, ну, что вы, сидел в доте, ждали немцев. Я с пулеметом. Я тыр-тыр-три раза. Немец, как дай, дай, щепки летят. Я по кустам тут из завалов выбрался. Немец, бьёнь, бьёнь. Ну, прошло 20 лет, я учителем в школе уже работаю. Я его приглашаю на Кандирское собрание. Он приходит и рассказывает уже совершенно вот так. Наш второй украинский фронт под командованием маршала, понимаете, человек уже в силу своей грамотности так много мемуаров прочел, что у него крыш съехал. Он бы рассказал, как он полеметчиком бедовал по пустам. Это была бы правда. Поэтому я любил информацию получать о предеянии грамотных. О партизанах. Что, например, в 73-й год я приезжаю в деревню Псковской области отдохнуть. А дачники питерские уже все дома заняли. Мне говорят, там баба яга живёт в большей теплине. Старуха. Древняя-древняя. Она ещё в третьем году в няньках работала в Питере. В ринку дворян. И вот эта старуха неграмотная. Она мне такую вот крупинку войны преподнесла. Вот именно то, что было. Не искажённой никакой пропагандой. Она ничего не читала и кино не смотрела. Я её спросил, а партизаны у вас были? Она говорит, да, были. А что, вот как? Ну, они вот, наши деревенские воевали с городскими партизанами. Я говорю, а как это так? Ну, я вам скажу сразу. Она долго рассказывала. Суть какая. Вот такие бригады партизанские, которые должны были реализовать приказы центра, вести разведку, уничтожать тылы вражеские, они сталкивались с партизанами, которые создавались стихийно на местах. И у стихийно созданных партизанских отрядов место обитания – это их деревня, которая их кормит. А сами они там по кустам сидят и время от времени какого-нибудь полица его убивают. Вот. Вот, как, извините, в деревнях продукты и склады худо-бедно в подвалах у крестьян. Эти партизаны могли городским сопротивление оказать. Вот где вы такую изюминку найдёте? А простой человек её помнит, мне рассказал. Это имело место по всей территории, где шла война. А в национальных территориях, где это легко можно было окрасить, в национальные тона, что вот наши деревенские – это наши, так сказать, украинские, а те вот, которые – это парашютисты, это русские? Ну, пожалуйста, вот так примерно. А посмотрите, сейчас трагедия, надвигающаяся у нас в Донбассе. А кого мы там убивать-то будем? Русскому солдату как объяснить, что надо стрелять в кого? Это задача пропаганды, как её решат, я ещё не знаю. Как дела пойдут? Скорее всего, там стрельбы-то не будет, там точным оружием-то, оружием. Ну, это уже другая тема, не буду её трогать. Так что, Денис, моё мнение, я действительно очень много застал веков, настоящих таких, до 65-го года они как летучились ушли. У них война вроде было иначе, чем знаете вы, и вообще как она освещается. А то, что сейчас в кино показывают, вообще балаган. Даже форму носить не умею, потому что прически с обшанинами я посмотрел. Я-то знаю, что такое. Ну, в общем, вот я вырос среди людей, которые воевали. Я их рассказываю, помню, знаю. И это действительно был папас и огромный подвиг. А пулю-то легко было получить в это время, за лишнее слово. Рассказываю о случае, значит, электричка, то есть не электричка, тогда их не было, пригородная, из Павловска-Пушкина, это Витебская железная дорога, мимо Пулпуски, высот спешит в Питер. Сентябрь, начало сентября. А то, да, начало сентября 1941 года. И этот эшелон обстреливают с Пулковских высот. Ну, естественно, там немцы. И вот, когда люди выходят без вагонов, то впереди бежит мужик и орёт, немцы в Пулково, немцы в Пулково. Патрули вот тут же хватает, при людях ставят к стенке и расстреливают. И вы понимаете, это было решение оптимальное. Нельзя было в город запускать людей с таким паническим настроением. А их целый поезд пришёл. И что вы думаете, все в рот воды набрали и молча пошли по домам. И вряд ли где-нибудь это ещё смели повторить. На войне только так. Тут, знаете, мерки разные. Военные и мирные. Это мы можем с вами рассуждать. А на войне нам бы одному из нас с вами пришлось говорить. Тому, кто в том. Да, ну это вот понятно. Понятно, да? В общем, тяжёлое. Это жёстко, что надо объяснить. Я думаю, что я, наверное, и вас утомилую. Возможно, наших с вами каких-нибудь будущих слушателей. Давайте, да, на этом завершим, я думаю. Денис, вы что-то хотите добавить или как-то? Или всё? Ну, нет, конечно, здесь можно было бы много чего добавить, но это уже не очень по теме получается. То есть, если у нас тема войны, то я считаю, что мы основные моменты озвучили. Нет, мы про другие темы давайте действительно в другой раз. Зачем нам всё мешать в кучу? Это не надо. Не профессионально. Хорошо. На этом мы тогда завершаем. Спасибо всем участникам. Спасибо, Юрий Павлович. Спасибо, Денис Олегович. До свидания. Да, да. Всего доброго. До свидания. Рад был пообщаться. До свидания. До новых встреч, да. Да, да, да.